Но между тем, именно народный антирейтинг в этом году стал для дорожников руководством к действию. Ремонтировать прежде всего начали те магистрали, которые заняли в нем топовые позиции. Глобальная реконструкция уже в разгаре. Известно, что она пройдет на 14 самых проблемных участках города. Каким улицам посчастливится, но каким придется ждать своего часа, доподлинно знает наша Екатерина Киселева. Дорогу даже элементарную, которая считается грядерной, видите, она ниже уровня земли. Ее все давно уже смыло, разбило. И вот так мы все ездим домой. За последние пять лет об этой напрочь убитой дороге, что ведет к поселку Нижний Сокмарский, рассказывал едва ли не каждый оренбургский журналист. Толку не было. Местные автолюбители меняли резину по несколько раз за сезон. Все твали на то, что из-за этой полосы препятствий здесь невозможно продать недвижимость. Но самое страшное, скорой и пожарным далеко не всегда удавалось ее преодолеть. Если мы вызываем скорую помощь, скорая помощь сюда едет очень долго. И не всегда она может доехать. По скорой помощи просто сползла с бетонки, повисла и все, не доехал до человека. Не удивительно, что в рейтинге самых убитых городских дорог, который составил Общероссийский народный фронт, та, что в быту зовется бетонкой, поселилась на самой верхушке. С нее в этом сезоне и начали. Местным пока все еще с трудом верится, что теперь здесь не нужно ползти с черепашей скоростью. Асфальт, у которого Нижний Сокмарский ждал много лет, теперь радуется весь поселок. Как будто бомбежка прошла. Вот так и было. А сейчас хорошо стало, приятно ездить. Праздник. Часто сюда ездию, увожу товар. Вообще до ноября такая глобальная реконструкция пройдет на 14 городских магистралях. Их адреса вы видите на своих экранах. Напомню, такой капитальный ремонт стал возможен благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году на ее реализацию в Оренбурге потратить 759 миллионов 833 тысячи рублей. Этой суммы хватит и на содержание, и на глобальный ремонт дорожного полотна, и на строительство новых магистралей. В этом году строятся три новых дороги. Это продолжаем, завершаем работы по строительству проезда Северного. Новая улица братьев Хусаинова-Саморедова, которая поясывает новый 16-й микрорайон, который входит в северо-восточный жилой массив, который на сегодняшний день является новой современной перспективной застройкой, которая дает развитие города Оренбургу. Конкурсы уже проведены, подрядчики определены, контракты подписаны. Надо сказать, в этом году за строительство и ремонт оренбургских дорог будут отвечать исключительно оренбургские предприятия. Дорожники обещают не создавать дискомфорт автолюбителям. Максимально будем стараться не закрывать участки на сегодняшний день, пока мы не прогнозируем закрытие дорог, те, которые будут ремонтироваться. Работать будем как днем, так и в ночное время суток. Еще один немаловажный момент в этом году при ремонте дорог будет применяться инновационный строительный материал – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он на треть выносливее материалов, которые в областном центре использовали ранее, и имеет гарантию 5 лет. Это асфальт жестче, крупнее обычного. И на износ процентов на 30 крепче, чем обычный Б1, которым мы работали предыдущие годы. И держит температуру нагрева до 60 градусов, не сдвигаясь. В смысле того, что он не плавится. Поэтому мы планируем, что эти дороги у нас простоят дольше, чем обычный. Так что, если верить дорожникам, асфальт, которым покрывают сегодня улицы города, не будет таять раньше, чем снег и прослужить не один год. Но это не точно. Езерин Киселева, Дмитрий Григорьев. Наше время.